всем привет утречка доброго сегодня у меня хлебный день и поэтому я топлю свою печечку ну а раз печка у меня затоплена хочу использоваться случаем так сказать пока она дойдет до своей хлебной температуры можно использовать по другому назначению вот девочки что надо на дубом чтобы использовать духовку мои очень любят всякие такие хрустяшки и что-нибудь загрызть что-нибудь такое загрызть поэтому я сейчас делаю крекеры обычные крекеры со льном то у меня видео будет в раздельной кулинарной зарисовки то есть я не даю прям рецепт и параллельно делаю все то есть у меня спонтанно все сегодня видео ладно сегодня сейчас делаю крекеры все быстренько тело прям порция она совсем маленькая чтобы меня на один противень про поместилась семья быстренько это все заделала в общем добавляю 150 грамм муки было у меня две столовые ложки господи семья льна что мне еще с пол чайной ложки соли где-то так ну прям с горочкой с пол чайной ложки соли что она много и разрыхлитель добавляю для соленой выпечки у меня есть такая пицца и салати это вот получается на базе бикарбоната то есть сода сода разрыхлитель но он без ванили идет специально вот для такой соленой выпечки сколько мне тут надо где-то спор ой дай бог памяти с пол чайной ложки я на глаз короче насыплю где-то так размешаю сейчас все по ходу пьесы у меня потому что мне понадобится две столовые ложки оливковое масло и растительное у кого что есть я добавлю наша домашняя оливка вкуснейшая скоро будет свеженькая у нас новенькая это можно спокойно пользоваться и дальше где-то 70 70 миллилитров молока у меня и и что еще еще немножечко сахарку с пол чайной ложечки чтобы это все у нас было эквилибрировано и все в принципе тут вообще ничего такого нету сейчас перемешаю раскатаю а тут не надо вымешивать сильно доталого чуть-чуть а то будут жесткие как видите тесто совсем чуть чуток поэтому можно двойную порцию спокойно делать я его не вымешала я вам просто вот пожамкала собрала единый кусок такого густое тесто можно было даже на молока 75 миллилитров добавить смело вот сейчас я его накрою пленочка ставлю чуть-чуть отдохнуть и пока пойду проверим мою печку я это делаю раскатываю довольно тонко где тон сантиметр миллиметра два-три потому что я люблю их зажаристые хрустящие чтобы они прям сухие были хрустящие поэтому я делаю это тонко если потолще они будут немножко мягкие внутри режу вот вот такие вот чуваком нож для пиццы мне удобно им резать прямо вообще не вы ни какие-то вырубки не использую все видите по ходу пьесы быстро быстро то есть они не заморачиваюсь нормально будет вот видите удобно резать я часто использую для нарезки вот такое тонкое тесто просто на квадратике сейчас не везде красиво получается думать ну ладно перфекционист же господи господи ладно выровняю сейчас сейчас просто переложу на листик я вам ничем не смазываем кида видите я само тесто раскатываю вот на сэмуле мне нравится вкус сэмулы и здесь он кстати даже будет поэтому ничего страшного эти неровные глаз сегодня не алмаз что поделать быстро быстро работы так и что и понесу в духовку она почти нагрелась уже до температуры то есть они выпекаются где-то 15-20 минут при температуре 200 градусов до достаточно долго она печется и там есть еще кстати один нюанс я вам попозже скажу куда пойдем туда вот перекладываем тесто такое что на стараться чтобы ошметков оставалось лет ну по минимуму потому что второй раз переделывать и раскатывать и делают с них тесто нам будет уже жестко вот девочки кстати чего хотела сказать можно конечно их проколоть но они не сдуваются сильно не практически не увеличиваются вот вообще я мечтаю вот в таком вот ролике с шипами с частыми шипами чтоб прокалывать чтобы делать именно крикеры вот и не могу найти может кто-нибудь находил на алиэкспресс например не мог бы мне скинуть ссылочку я даже не знаю как вот его искать как набрать имя чтобы найти вот эту штуку купить онлайн где-нибудь вообще было бы мне очень удобно такая прям прокатил дырочки сделал такие аккуратные а не тыкать стоять полдня вилка ладно смотрю как у меня разогрелась печка и пойду засунуть так пока печка у меня не разогрелась до нужной температуры проверить что у меня здесь пеку же хлеб делаю свои черриолы еще как раз время им будет подрасти пока я закончу с крекерами нормально вчера кстати дело тесто закосячила я с опарой сделала по другим пропорциям уже на глаз более жидкая не знаю что сегодня получится у меня прям экспериментально сегодня и вот смотрите что я делаю еще короче это те же черриолы но я их сформировала багетами первый раз я так делаю и не знаю что у меня получится то есть это тоже чистый эксперимент попробую сделать так потому что иной раз господи как вам объяснить то есть черриол у меня порционы то есть я беру там одну на обед и две или три на вечер то есть вечером больше хлеба едим потому что нарезки колбаски чего-нибудь такое и вот поэтому сделала сегодня багетом это получается по весу как две черриолы то есть на вечер было бы неплохо прям чтобы не доставать дверь не разогревать вот одним отделаться все ну что посмотрим что получится у меня сегодня жду духовка остается 20 градусов вышла в сад вот сейчас я тенью закрываю что хочу вам показать посмотрите что творится во первых у нас стоит жара для октября жара 26 градусов люди в футболках жарко на море купаются вообще нереально вот такой жары в октябре не было с 1800 года то есть в этом году рекорд прям как никакой вот смотрите видно вот это вылезли нарциссы нарциссы которые должны были вылезти весной рано весной выходят они сделали по второму кругу сейчас вот так вот природа не знает что делать как реагировать зацветают хоризонтемы цветут они здесь первым ноябрю и хоризонтемы почему хоризонтемы здесь вот носят на праздник всех святых то есть они цветут к этому дню празднику всех святых святых господи это получается как наш родительский день вот так чтобы понять и вот носят хризонтемы именно на кладбище поэтому хризонтемы здесь живым как говорится не дарят на праздники не дарят ни на день рождения некуда считается что это вот цветы для кладбища и похорон жалко я люблю хризонтемы но тут видите вот такие вот свои традиции вот этот кустик мой вымахал но он видите сломался когда был у нас ураган то есть его повалило он весь развалился мне пришлось сделать вот эти уродские палки обвязать чтобы он торчком у меня был так тоже скоро зацветет но это немножечко позади так сказать вот это желтая это свекрови это вот мой кустик засунула я свои крекеры закрываю и сейчас минут 15 меня будет наверное поставлю таймер на 15 минут будут печься девочки тут я сразу предупреждаю если кто-то хочет повторить то кто-нибудь есть любитель вот такого похрустеть чем-нибудь вот здесь но в первые 10 минут еще нормально можно отвлекаться что-то это делать какие-то домашние дела параллельно на последнем этапе нельзя вообще отходить от духовки потому что они от вот такого вот белого состояния до коричневого черного прям в секунды вот эта специфика вот этого теста очень быстро она начинает гореть прошло около пяти наверное минут видите они не сильно поднимаются сами по себе и не делал прям большие пузыри я за это время пошла переоделась потому что жарище вообще невозможно солнце припекло капитально и тут еще духовке жарко поэтому все сняла что это господи осталось в хлопке жарко жарко на самом деле но знаете что вот ночью все-таки холодно 12 градусов сегодня было с утра я ходила в школу и это конечно очень даже прохладно и вот и вот такие вот видите перепады жуткие температуры но это вообще характерно для италии видите мой фронт работ на сегодня когда мне будет время вот это все скрипсти увезти началось деревне лето в общем осень работы мне море море и вот что хотел сказать то есть не знаешь как одеваться в утром в пуховичке а вот сейчас приходится все снимать что есть под низу бежала на три секунды девочки надеюсь меня там ничего не сгорит покажу как у меня идет редискин эксперимент кто помнит помните садила редиску но в общем вот смотрите сходы есть но немного я же помните как садила часто потому что естественно ее сожрали видите на самом интересном месте то есть только вылезла сожрали все естественно она уже расти не будет который вообще все сожрали и приходят белки но они почувствовали землю мягкую прокопано и начинают копать вон там яма там яма вот там мне вчера разрыли две редиски вырыли то есть орехи падают еще какие-то них они же прячут их поэтому начинают копать и везде мне закапывать раскопали все то есть но смотрите но и жара конечно и редиска растет я даже не накрывала не лутросилам ничем то есть 12 градусов ночью я думаю ей не страшно еще растет помаленьку растет поэтому пока я не говорю о том что у меня повырвали посъели пока идет проходит так сказать эксперимент удачно хлеб багета вот сюда разогреваться у меня здесь зона-то теплая с под печкой и вот хорошо не поднимается но надо следить потому что бывает иногда слишком жарко но я держу дверцу открытой но все равно смотреть надо потом периодически меняется вторым противнем тут поставил на солнышко вот и пусть поднимается мне процесс вот смотрите на правую колонну уже коричневая скоро доставать буквально через несколько десятков секунд и надо смотреть который тоньше не естественно быстрее будут зажариваться цвет ну не темный но золотистый все он держу руку на пульсе все я крикеры достала если молодец ничего не спалила слышите звук какой естественно они не будут как магазинные прям такие хрустящие которые разваливаются во рту конечно они будут более жесткие но видите не зубодробильные потому что магазин на этом добавляют всякие химические добавки типа аммонии к этому чего только нету а здесь у нас натурально хлебан готов значит сейчас буду мучиться с багетами перенести же их надо как-то технично перенесла даже удачно не литьем так катанем просто перевалила с помощью полотенца все сейчас делаем надрезики и духовочку но вперед товарищи бегитесь не знаю слышите вы или нет церковь звонит рядом слышно церковь и что значит время полдень надо готовить обед пока у меня пекутся багеты что я буду делать буду сегодня готовить пасту как всегда без пасты же нельзя я кстати привыкла я нормально вас при то есть это все воспринимаю нормально вот что ведь уже что я буду сегодня готовить помидоры помидоры уже замочила в кипящей воде пусть стоят чтобы потом их ошкурить потом понадобится мне тунец вот банки обычно консервированный тунец каперсы каперсы маринованные перчик чесночок и петрушка элементарно элементарно готовится элементарные ингредиенты но вкусная паста вот и и советую точно первую очередь я сняла шкурку с помидоров вместо вот обычных помидоров можно использовать челли джини маленькие челли помидорки их не надо ошкурить естественно достаточно два раза на на две половинки разделить и все можно использовать кстати их тогда меньше и понадобится и красиво будет эстетически выглядеть паста либо можно использовать если нет свежих помидоров просто в банке мякоть помидора либо вот ее то есть ну что фантазии хватит не принципиально вот сейчас я их порежу на кусочки и начну чистить чеснок и резать это все вот и багеты готовы ну все я с печкой расправилась поэтому могу здесь уже начинать включая сковородку греться и сейчас будем делать уже обед потому что время остается 40 минут у меня надеюсь успеть разогреваю сковородку мою страшненькую да да денег нет на сковородку так масло вам не видно но понятно да сейчас я вас подвину поближе закидываю чеснок обжарить но слегка чтобы он не подкоричневел чуть-чуть подрумянился буквально чуть-чуть можно в принципе практически сразу закинуть и перчик что я сделал я чуток добавлю не буду добавлять много чтоб не перебить не дай бог вкус самого блюдо добавила каперсы но немного потому что нам не надо чтобы вкус доминировал потому что они сами по себе таки насыщены что насыщены чтоб не перебивал и вкус поэтому штук шесть окинула сейчас обжарю и добавлю помидоры добавляю прям соком как есть сейчас посмотрю мне кажется их маловато у меня добавлю еще наверно мелкие помидорки ну что нибудь закинуть сейчас я это дело подошел на минут 10 наверное чтобы вот эта лишняя жидкость и выпарилась водянистая и чтобы они сами по обмякли посолю и будем добавлять уже следующие ингредиенты включила уже воду на пасту скоро буду бросать макароны вот сюда подходят вот такие вот короткие пенны называются вот такой вот форма время мое пришло 10 минут добавляю тунец в банки девочки я вот это масло с рыбы всегда сливаю потому что такую фигню туда добавляют что дай боже поэтому я сливаю и если надо мне я добавляю свою домашнюю выкидываю все выбрасываю сейчас немножечко подразделю вот эти чуть-чуть подтушим буквально минутку чтоб согрелось прокипело чуток и останется добавить только рублены петрушки все готово элементарно просто и очень вкусно наш соус готов останется только добавить готовые макароны перемешать салат сегодня дело сегодня у нас морской салат с морепродуктов кальмары ну что там накидали а мне веселый вечер обеспечен продолжаю работать с вами прощаюсь всем всего хорошего и до новых встреч а